В Бендерах полно примеров, где ухоженные дворы контрастируют с пустующими, заросшими травой территориями. Эти участки не стоят на балансе города, потому навести порядок там не получается. К их нерадивым собственникам будут принимать меры. Экологическая милиция ужесточит контроль. Депутаты, представители госадминистрации, экологи, правоохранители собрались за круглым столом, чтобы обсудить и другие актуальные вопросы. Как сделать город чище, а городские объекты красивее и удобнее? Как привлечь к ответственности нерадивых собственников и бороться с амброзией? От обсуждений к делу тогда и есть результат. Например, бывший овощной по-советской теперь не травмоопасен. Нет больше мусорного клондайка у моста по-заводской. Да и о других стихийных свалках за круглым столом уже не говорят, потому что вопрос планомерно решается. Также и с другими болевыми точками работают все городские службы для общего блага. Застояния круглых столов, они помогают, во-первых, определить, испланировать подчас, может быть, подкорректировать работу, но они показывают подчас и нашу собственную недоработку, как и городского совета, как и госадминистрации, в том, что, может быть, какие-то моменты не были вовремя, скажем, какие-то подняты, обозначены, решены. Я считаю, что подобные задания и в этом отношении позволяют улучшить работу. Своевременный покос травы и борьба с амброзией. К этому вопросу подключилась экологическая милиция. По оценкам депутатов – успешно. Не содержите прилегающую территорию в надлежащем виде – получите предписание. Не устраните своевременно протокол. Их за нарушение правил благоустройства в городе стало больше. Только в 2020 году – 169, 38 – за несвоевременное устранение сорняков. Были и повторные. Суть – не наказать, а побудить принять меры. Взялись и за недобросовестных собственников. Заросшая территория, травмоопасность и неприглядный вид. К сожалению, так выглядят некоторые городские объекты. Экологическая милиция реагирует своевременно. Но здесь нужен комплексный подход, считают народные избранники. В том числе на законодательном уровне. На сегодняшний день мы выявляем объекты разных форм собственности. И в рамках этого будем выходить и с очередной законодательной инициативой, для того, чтобы местные органы власти имели механизм решения вопроса отношения к нерадимому собственнику. Но для того, чтобы доказать необходимость данной инициативы, мы обратили сегодня внимание экологической милиции на необходимость усилить контроль, ужесточить, может быть, меры реагирования, для того, чтобы посмотреть, тот механизм в рамках действующего законодательства достаточный или недостаточный для решения этой проблематики. Неиспользуемые объекты муниципальной собственности предлагается приватизировать или определить для них другие варианты применения. Если собственник объекта не будет установлен, возможность его передачи в муниципальную собственность будет решаться через суд в соответствии с действующим законодательством. Мы рады за то решение, которое принято в рамках круглого стола в части, касающейся совместной работы с УЖКХ по установлению владельцев фасадов зданий, зданий, фасады которых содержатся в неудовлетворительном техническом состоянии. Совместная работа в этом направлении необходима. Она, думаю, будет водотворной и результативной. Обсудили и зеленый наряд города. Отжившие свой срок аллергенные и порой травмоопасные тополя предложили планомерно заменять на другие деревья. Постепенно и в рамках принятия экологической программы на последующие годы, что высаживать, будут решать совместно с городскими службами, институтом экологии и природных ресурсов. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.